Добрый день, дорогие друзья! О библейском портале «Экзегет» хочется предложить вашему вниманию некоторые размышления и светоотеческие высказывания по очень важному вопросу, важному, актуальному и, наверное, не ошибусь, если скажу, что так или иначе интересующему многих, о знамениях и чудесах. Какие чудеса являются действительно Божьими чудесами, а какие являются чудесами противоположной силы, силы демонической, силы дьявольской? И как чудеса распознать? Как вообще в целом относиться к чудесам? В первую очередь, обращаю ваше внимание на то, что в Священном Писании, в Евангелии, в частности, в Евангелии от Марка, в 8 главе, описывается, как Господь приумножил в пустыне хлеба для того, чтобы насытить множество людей, пять хлебов и две рыбы. И после вот этого чудесного насыщения страждущих людей вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону. И у Евангелиста Луки, у Евангелиста Матвея, где описывается это же событие, также проводится та же мысль, что после того, когда Господь с глубоким смирением, без какого-то эффекта, а просто со смирением, движимой любовью, состраданию к страждущим людям, которые находились в пустыне, приумножил своими плечистыми руками пять хлебов и две рыбы, и еле все и насытились, так что осталось даже несколько корзин из оставшихся кусочков. И после этого, зрители этого необыкновенного чуда, книжники и фарисеи, начинают с ним спорить и требуют знамения с неба. Чем движимы были люди, причем самые разные люди, как фарисеи, так и садукеи, которые между собой, как вы хорошо знаете, кто более-менее знаком с христианской традицией, кто священное писание изучает, эти как бы два направления, две секты в ветхозаветном мудаизме конкурировали друг с другом. И вот и те, и другие требуют от креста какого-то знамения с неба, требуют какого-то эффектного чудесного события, которое бы поразило воображение, которое бы удовлетворило любопытство. И вот святитель Игнатий Бринчанинов, один из выдающихся архипастерей XIX столетия, пишет, что желание знамения с неба после того, когда Господь приумножил хлеба в пустыне, показалось недостаточным. «Разможение хлебов в руках Спасителя совершилось тишиной, со святым смирением, к которому были проникнуты все действия Христа Спасителя». А людям нужен был эффект, им нужно было зрелище, им нужно было, чтобы или небо покрылось облаками, чтобы прогремел гром, засияли молнии, чтобы что-то произошло такое, что впечатляет человеческое воображение. И вот Господь, именно глубоко вздохнув, как еще раз зачитаю вам из Евангелия от Марка, глубоко вздохнув, с глубокой скорбью об ожесточении сердец, говорит, для чего род сей требует знамения с неба. Даже преподобный Макарий Великий в 30-м своем слове, один из выдающихся великих подвижников веры, говорит, что Божеству, бесстрастному, всесовершенному Божеству, свойственно скорбь и плач о погибели человечества. Естественно, именно в божественном, возвышенном понимании слова, плач не в нашем таком страстном человеческом понимании, но плач как некая глубокая, свойственная именно саму Богу, скорбь о погибели людей, людей, которые, видя самого Спасителя, самого Бога-человека, самого Искупителя мира, тем не менее не удовлетворяются теми чудесами, которые проникнуты смирением, тишиной и любовью, чудеса, которые делались с единственной целью ради спасения человеческих душ, а требуют какого-то другого знамени, именно то, что требует плотское мудрование. И вот, как очень мудро пишет святитель Игнатий Бринчнинов, что значит общее требование чудес от Бога-человека, высказанное людьми разного направления, требование, соединенное с пренебрежением тех поразительных чудес, которые уже сделаны были Бога-человеком-крестом. Такое требование — это выражение понятий плотского мудрования о чудесах. Что значит плотское мудрование, дорогие друзья? Плотское мудрование — это состояние падшего естества человеческого, когда на какое-то чудо, на какое-то событие мы смотрим, оно должно поразить, оно должно потрясти, оно должно произвести впечатление, оно должно быть каким-то явным, эффектным, чтобы надолго запомнилось и так далее. А чудеса Спасителя, которые были покрыты покровом смирения, кротости и любви, не производили такого впечатления на людей. Вот почему многократно мы в Святом Евангелии такие места находим, вот в частности в Евангелии от Иоанна. После чудесного преумножения хлебов и насыщения людей подходят к Нему книжники и фарисеи и вновь говорят Ему следующее. «Какое Ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлебом с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». То есть Господь своим ответом вновь обращает внимание своих вот этих лукавых, лицемерных совопросников, что главное чудо творит Отец Небесный и творит Сын Божий, пришедший в мир. И это чудо направлено на спасение человеческой души, а не просто, чтобы насытить даже телесные какие-то потребности. И что очень важно, святитель Игнатий Бринчанинов обращает на это особое внимание, что люди, жаждущие каких-то знамений и чудес из воздуха, эффектных, потрясающих воображение, они как раз и готовят свою душу к тем знаменям и чудесам ложным, которые будет творить Сын Погибели. Антихрист, которого святой апостол Павел в послании к Солуниям называет человеком греха и Сыном Погибели, а святой апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе называет его зверем. Зверем, подразумевая его именно вот это глубокое нечестие, именно звероподобное состояние души. И именно вот эти множественные знамения, чудеса с неба он, Антихрист, будет творить, чтобы удовлетворить человеческое любопытство, еще больше обольстить тех людей, чье сердце уже порабощено плотскому умудрованию, то есть те, которые не ищут истины, те, кто ищет чего-то совершенно особого. И вот Господь наш Иисус Христос в тех словах, которые я немножко ранее вам процитировал, глубоко вздохнув и говорит, для чего род требует знамения. Истинно, говорю вам, не дастся роду всему знамени. То есть роду, порабощенному плотским мудрованием, божественные знамения не будут даваться. Вы сейчас можете задать вопрос, дорогие друзья, какое это имеет отношение лично к нам сейчас? Не буду углубляться в детали, но сколько сейчас можно встретить различных в интернете, рассылку друг к другу посылают по WhatsApp, по самым разным соцсетям, какие-то свидетельства. Где-то кто-то что-то на небе увидел, там изображение якобы Божьей Матери, или где-то на небе среди облаков какая-то вроде бы человеческая фигура, или где-то на стене что-то проявилось, и тут же это фиксируют, фотографируют, делают селфи, рассылают друг другу, и с такими восторженными, именно восторженность плотского мудрования. Вот где-то кто-то что-то явилось, и что-то такое необыкновенное, предзнаменованное чего-то. Само вот это состояние, поиск, интерес, добровольное распространение такого рода чудес, в кавычках, как раз свидетельствует о плотском мудровании. Вспоминайте, дорогие мои друзья, всегда слова самого Христа Спасителя, который говорит, для чего род сей ищет знамение с неба. Для чего? Сама вот эта внутренняя мотивация, если ты ищешь, если ты, прошу прощения, с такой легкостью соглашаешься, принимаешь, распространяешь такого рода информацию, значит, это показатель, что плотское мудрование живет в тебе. Потому что чудеса Христовые, которые сделаны были под покровом смирения, которые были явны, которые были неопровержимы, их видели люди, но не принимали, не оценивали, по достоинству не осознали, сколько великое чудо было совершено перед их глазами. И вот здесь хочется еще раз обратить ваше внимание на мудрые слова святителя Игнатия Брянщининова, как он дает характеристику истинных христовых чудес. Это очень для нас важно, чтобы мы в свете этой оценки смотрели на многие чудеса, которые мы встречаем в нашей современной жизни. Чудеса Христовые были осязательны. Они были ясны для самых простейших людей. Ничего в них не было загадочного. Всякий мог удобно рассмотреть их. Для сомнения и недоумения, чудо ли это, или только представление чуда, не было местно. Мертвые воскресали. Неисцелимые средствами человеческими недуги исцелялись. Прокаженные очищались. Причем явно. Прокаженный человек тут же исцелялся и шел совершенно здоровым. Слепорожденные прозирали. Немые начинали говорить. Умножалась пища мгновенно для нуждавшихся в ней. Обратите внимание, пища приумножается в руках Бога Человека Христа для тех, кто в ней действительно нуждается. То есть, Господь это сделал тогда, когда это было действительно необходимо, а не просто где-то на площади или в центре Иерусалима, просто чтобы произвести впечатление и заставить людей говорить о себе. Волны моря и ветра утихали по одному лишь повелительному слову и избавились от смерти те, которым буря угрожала смертью. Мрежи рыбарей, ну, святитель Игнатий говорит языком XIX века, то есть сети рыбаков, тщетно трудившиеся в ловле долгое время, внезапно наполнялись рыбами, послушными безволному голосу Спасителя. «Чудеса Бога Человека Христа имели множество свидетелей, из которых большая часть были или враждебны Ему, или невнимательны, или искали от Него одного лишь только телесного вспоможения. Чудеса Христовы были неопровержимы. Самые злейшие враги Господа не отвергали их, старались только уничижить их богохульными толкованиями, всеми средствами, которые внушали им лукавством и злобой». Ну, вы знаете хорошо, кто в Священном Писании читает регулярно, что книжники фарисеи неоднократно, после того, когда Господь исцелял одержимых злыми духами, они вот произносили такую хулу, что «Он изгоняет злых духов силой Вельзиула, князя Бесовского», на что Господь с кротостью, всегда Ему присущий со смирением, в то же время ясно, недвусмысленно говорит, «Если я силой Вельзиула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют?» Сыновья ваши, то есть апостолы, апостолы, которым Господь дал власть изгонять злых духов, сыновья ваши, чьей силой изгоняют? Поэтому они будут вам судьями. И вот смотрите, здесь еще раз подчеркиваю, обращаю ваше внимание, что очевидцами христовых чудес были даже явные его враги, даже недоброжелатели, фарисеи, саддукеи, лицемерные по своему, скажем так, религиозному внутреннему устроению. Они видели эти чудеса, опровергнуть их не могли. Вот когда, например, человек прокаженный, вдруг становится совершенно чистым. Человек с иссохшей рукой вдруг протягивает руку, и она у него совершенно здорова. Человек, лежащий 38 лет возле купания селам, по слову Спасителя, встань, возьми постельство и уходи, встает, берет постель и идет. То есть чудо явное. Это не какая-то иллюзия, это не плод воображения. Чудеса Христовы явны. И в то же время в них не было никакой суетности, не было никакого эффекта. Ни одно чудо не сделано на показ людям. Все чудеса покрывались покровом божественного смирения. И что очень важно, пишет святитель Игнатий, чудеса Христовы составляют собой цепь благодеяний, страждущему человечеству. Вместе с тем они выразили со всей удовлетворительностью власть Божию, власть Творца, и над вещественной природой, и над сотворенными духами. И только одно чудо, святитель Игнатий обращает внимание на это, и, собственно, мы, дорогие друзья, кто внимательно читает Священное Писание, среди множества чудесных явлений Господа, обращают внимание на это, что только одно чудо, совершенное Христом незадолго до своих страданий, оно как бы, как бы, вот тут другого слова не подберешь, как бы не имело прямого, скажем так, как, на первый взгляд, скажем так, пользы для людей, это проклятие бесплодной смоковницы, то есть это не то, что люди вот именно в чем-то в данный момент нуждались, но это имело очень глубокий нравственный такой момент, потому что под бесплодной смоковницей, как вы, наверное, хорошо знаете, кто Священное Писание читает, и святых отцов читает, что под бесплодной смоковницей подразумевается как раз вот эта ложная религиозность, которая, как смоковница была покрыта листьями, но плодов так и не принесла, так и вот эта ложная религиозность, фарисейская, саддукийская, она под личиной вот этого внешнего благочестия, внешнего соблюдения обрядности, внутри не имела стержня, истинной любви к Богу, истинной любви к ближним. И в заключение, что хочется еще сказать, дорогие друзья, все чудеса Христа Спасителя имели благую цель, святой смысл, и были направлены ради спасения людей. Чудеса же врага Божия, Антихриста, который будет, как мы читаем в Апокалипсисе, апостол Иоанна Богослова, будет творить великие знамения с неба, чтобы прельстить, если возможно, даже избранных. Об этом и Господь говорит в 25 главе Евангелия от Матвея, и очень много уделяет этому внимания в Апокалипсисе апостол Иоанн Богослов. Именно в воздушном пространстве, чтобы это производило эффект, чтобы это обращало внимание людей, будет творить свои ложные чудеса, самые различные, именно враг нашего спасения, дьявол, дьявольской силы будет творить Антихрист. Вот почему преподобный Симеонов и Богослов, один из великих отцов церкви, живший на рубеже IX-X веков, и множество других отцов-аскетов, предостерегают верующих христиан от легкомысленного, подчеркиваю, неблагоразумного поиска чудес, особенно чудес в воздушном пространстве. То есть неблагоразумная, вот такая есть такая же болезнь, чудомания, поиск чудес, интерес, распространение различных сведений, каких-то информаций, что где-то что-то произошло, где-то кто-то что-то увидел, что-то услышал, это свидетельствует о незрелости духовной, и что самое главное, о плотском удровании. То плотское удрование, которое и со стороны Христа Спасителя требовало знамени с неба. И ответ Христа Спасителя, для чего, собственно, дорогие друзья, сегодня и хотелось обратить ваше внимание на это. Господь говорит, для чего род сей требует знамени, истинно говорю вам, не дастся роду сему знамени. То есть знамени и чудеса Божии не даются в угоду человеческому любопытству, человеческой праздности, человеческой страстности. Они не производятся для того, чтобы только удовлетворить любопытство. Поэтому будем благоразумны, осторожны. Если вам кто-то что-то, или на WhatsApp, или в самых любых соцсетях, или где-то что-то услышите, где-то кто-то что-то увидел, или услышал, и вам пересылает, и говорит, разошли дальше, сделайте небольшую паузу. Помолитесь Господу о разумлении тех, кто вам это прислал, и не становитесь цепочкой в распространении вот этих, на самом деле мнимых, не спасительных, не божественного происхождения чудес и знамений. Надеюсь, что эту очень важную тему мы с вами продолжим в одной из ближайших бесед. Будьте здравы и Богом хранимы! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!